Глава 4. Вопреки логике. Подзаголовок 1. Основные этапы истории попыток арабов уничтожить государство Израиль. Арабской пропаганде удалось убедить мир, что так называемая палестинская проблема – главный фактор нестабильности на Ближнем Востоке. Демагогическая подмена причин и следствия отлично удалась арабским пропагандистам. Если сначала они просто сводили все конфликты региона к палестинской проблеме, то со временем арабы стали утверждать, что сама эта проблема является не следствием арабской агрессии против Израиля, а причиной агрессивных действий, предпринятых и предпринимаемых арабами против еврейского государства. Неустанные пропагандистские усилия дали ощутимый результат. Западная общественность изменила свое отношение к перманентной войне, навязанной Израилю арабским миром. В массовое сознание был успешно внедрен один зримый образ – Израиль против палестинских арабов. Иракские ракеты, обрушившиеся на израильские города во время войны в Персидском заливе, явились неожиданным напоминанием об истинных составляющих конфликта. Однако и это напоминание быстро стерлось из коллективной памяти Запада. Арабский Голиаф преобразился в Давида, а израильский Давид – в сионистского Голиафа. Были искажены не только пропорции мощи противоборствующих сторон, но и представления о последовательности основных событий арабо-израильского конфликта. Таким образом, причина и следствие поменялись местами. Не арабы развязали войну против Израиля, а Израиль напал на арабов, точнее на палестинцев. Новая цепочка пропагандистских доводов выглядит так. Все беды Ближнего Востока имеют своим источником палестинскую проблему, а эта проблема является результатом захвата палестинских земель Израилем. Следовательно, только прекращение израильской оккупации в кавычках может положить конец нестабильности на Ближнем Востоке. Эта хитроумная версия появилась на свет после шестидневной войны 1967 года. В 70-е годы фальсифицированная историческая модель Ближневосточного конфликта перекочевала из арабских столиц в западные. Однажды в беседе с британским дипломатом, одним из ведущих представителей лондонских арабистов в кавычках, я заметил, что Израиль не спешит возвращать арабам контролируемые территории, поскольку у него имеются веские основания, чтобы опасаться повторного нападения с этих территорий. «Реакция британского дипломата поразила меня». «Бросьте!» – фыркнул он пренебрежительно. «Вы же не думаете, что мы в это действительно поверим? Ведь это вы начали боевые действия против арабов в шестидневную войну». Каковы же реальные факты арабо-израильских взаимоотношений? В 1948 году провалилась арабская попытка уничтожить только что образованное государство Израиля. Потерпев позорное поражение на поле боя, арабы организовали длительную кампанию приграничного террора, в ходе которой группы вооруженных диверсантов проникали на израильскую территорию, чтобы сеять смерть и разрушение в еврейских городах. Проникновения диверсионных групп осуществлялись через все пограничные линии, однако главной базой арабского террора служил оккупированный Египтом сектор Газы. Египетская разведка создала там лагеря, в которых проходили подготовку палестинские диверсанты «федаюны» в кавычках. Главной целью операции «Кадеш», предпринятой Израилем в 1956 году, было уничтожение террористических баз в этом районе. В ходе операции «Кадеш» Сахал занял сектор Газы и выбил египетскую армию Синайского полуострова. Однако под давлением США и СССР, израильское правительство было вынуждено отвезти свои войска к прежней границе, несмотря на то, что Насар не отказался от своего декларативного намерения уничтожить Израиль. Приграничные диверсии возобновились после недолгого перерыва в начале 60-х годов. Повседневным явлением стали обстрелы израильских хозяйств, расположенных в Иорданской долине у подножия Голландского плато, которое находилось тогда под контролем Сирии. 28 мая 1964 года за три года до так называемой оккупации палестинских земель Израилем в Восточном Иерусалиме была основана Организация Освобождения Палестины. В 1966 году группы боевиков ООП уже осуществляли интенсивную диверсионную деятельность против Израиля, используя опорные базы в Иудее и Самарии. Эти районы были оккупированы Иорданией в ходе войны за независимость. В ноябре 1966 года Цахал предпринял ответный рейд в район деревни Самуа, библейский город Эштамоа, и уничтожил располагающиеся там базы террористов. Напряженность возрастала с каждым днем. В апреле 1967 года сирийцы предприняли попытку изменить течение реки Иордан, главного источника водных ресурсов Израиля. Сирийские ВВС прикрывали эти действия с воздуха. Поднятые по тревоге израильские истребители сбили шесть сирийских МИГов. Тем временем египетская армия оправилась от поражения, нанесенного ей Цахалом в 1956 году. Арабские страны были ободрены массовыми поставками советского оружия Сирии и Египту. Иордания закупала новейшую военную технику в Великобритании. В мае 1967 года арабская коалиция решила предпринять совместную агрессию против Израиля. Даже расположенные вдали от предполагаемого театра военных действий арабские страны подготовили свои войска к участию в кампании. Некоторые из них направили свои воинские соединения в граничащие с Израилем государства. В арабском мире царила единодушная уверенность. На этот раз речь идет о последнем штурме, результатом которого станет уничтожение Израиля. Арабские лидеры не скрывали своих воинственных намерений. 25 мая президент Египта Насер заявил, задача перед которой стоят сегодня арабские страны – это окончательное и полное уничтожение Израиля. 31 мая с аналогичным заявлением выступил президент Ирака Ареф. Наша цель ясна – мы должны стереть Израиль с карты Ближнего Востока. Даже в далеком Алжире президент Бумидьен разъяснял своим подданным 4 июня – арабская борьба должна завершиться ликвидацией Израиля. А 5 июня, в первый день войны, радио Дамаска призывало – сбросьте их в море! За 6 дней до начала войны, 30 мая 1967 года, король Иордании Хусейн вылетел в Каир на церемонию подписания Египетско-Иорданского договора о взаимной обороне. На основании этого договора было создано совместное командование армии Египта, Сирии и Иордании. Египетско-сирийский военный договор был заключен ранее, в ноябре 1966 года. Петля блокады затягивалась вокруг Израиля. К этому моменту Египет уже довел эскалацию кризиса до последнего предела. Тиранские проливы, контролирующие выход из Илладского залива в Красное море и Индийский океан, были закрыты для израильского судоходства. На Синайском полуострове была сосредоточена огромная египетская армия. Насар приказал наблюдателям ООН покинуть посты на Синае. Тем самым была создана ситуация военного противостояния Израиля и Египта. Израиль обратился к Иордании с призывом не присоединяться к агрессивным антиизраильским действиям. Однако в первый же день войны иорданская артиллерия начала обстрел израильской территории вдоль всей линии границы, в том числе Иерусалима, Тель-Авива и Международного аэропорта в Лоде. 7 июня король Хусейн обратился к своим солдатам со следующим призывом. Поспешная решимость арабов была обусловлена двумя причинами. Во-первых, Советский Союз, желавший эскалации конфликта, представил арабским странам ложную информацию о сосредоточении израильских войск вдоль границы с Сирией. Во-вторых, арабские страны явно переоценивали свои силы. Оправившись от предыдущих поражений и скопив огромные арсеналы оружия, арабы полагали, что теперь им удастся раз и навсегда покончить с Израилем одним стремительным ударом. Соотношение сил было явно обнадеживающим для арабской коалиции. Победа казалась арабам столь близкой и достижимой, потому что стоявшая перед ними стратегическая задача была крайне проста. Им следовало только разрезать Израиль на две части в самом узком месте, в районе Нетании, где расстояние между Иорданской границей и Средиземным морем составляло всего 16 километров. В условиях скоординированного сирийско-египетского удара на севере и на юге, даже самый посредственный иорданский генерал мог преодолеть это расстояние в течение нескольких часов. В действительности же Иордания располагала лучшими боевыми командирами в арабском мире, и король Хусейн не мог устоять перед ускушением. Кроме того, Иордании была гарантирована стопроцентная стратегическая поддержка Ирака. Так же, как в 1948 году треть иракской армии была направлена на иорданскую территорию, и 5 июня 1967 года иракские войска уже находились на боевых рубежах вблизи израильской границы. Насер, разместивший в мае 1967 года 100-тысячный египетский контингент на Синайском полуострове, также был уверен в том, что его войска смогут легко прорваться в Израильскую Приморскую долину. Расстояние от северной границы сектора Газы до Тель-Авива составляет 65 километров, а до Ашкелона всего 7 километров. На голландских высотах сирийские войска пользовались абсолютным дислокационным преимуществом, что позволяло Сирии надеяться на стремительный прорыв в Галилею и к северной части израильского средиземноморского побережья. Многие сегодня с пренебрежением относятся к оценке арабских генералов, согласно которой при наличии благоприятных условий в начальный период войны арабские армии могут одержать решающую победу над Израилем. Это пренебрежение совершенно не оправдано. Никто из арабских полководцев, планировавших военные действия в мае-июне 1967 года, не мог предвидеть мощный превентивный израильский удар, который в первые же часы кампании определил исход шестидневной войны. Дополнительную психологическую поддержку арабы черпали в развитии событий на международной арене. Израиль обращался к США, к западноевропейским государствам и в ООН с отчаянными просьбами положить конец арабской блокаде. Ответом на все эти просьбы было красноречивое молчание. Когда Насар перекрыл Тиранские проливы, Израиль обратился к США с требованием выполнить американские обязательства, на основании которых Цахал покинул в 1956 году Синайский полуостров. Эти обязательства гарантировали Израилю свободу судоходства в районе Тиранских проливов. В Вашингтоне правила тогда чрезвычайно дружественная Израилю администрация. Президент Линдон Джонсон, заместитель госсекретаря Юджин Ростоу, представитель США в ООН Артур Гольдберг, все эти официальные лица явно симпатизировали еврейскому государству. Однако даже дружественная администрация Джонсона не рискнула открыто вступиться за Израиль. Из Вашингтона ответили, что там не могут найти копию обязательств 1956 года. Петля затягивалась, и хотя общественное мнение Запада было всецело на стороне Израиля, демократические правительства пребывали в бездействии. Израиль оставался в полном одиночестве перед лицом глобальной арабской угрозы. В стране царила атмосфера мрачного ожидания. Последний военный конфликт, пережитый Израилем, имел место 11 лет назад. Синайская кампания 1956 года оставила в моей детской памяти острые, но совсем не тягостные воспоминания, Как и другие дети, я заклеивал оконные стекла бумажными лентами на случай бомбежки и артобстрела. Более того, мне запомнилось, как в наш Иерусалимский квартал стремительно въехал армейский джип, засыпанный изнутри песком пустыни. Из машины выскочил военный в запыленной форме, отец живущего по соседству мальчика. Он протянул нам плитки египетского шоколада, привезенные из только что занятого Эль-Ариша. «Берите, это я для вас купил», сказал он, подчеркнуто выделив слово «купил». И мы поняли, что он действительно купил шоколад, а не отобрал у кого-то силой. В 1956 году арабы не напали на наши города, но теперь, 11 лет спустя, окна были снова заклеены бумажными лентами. Никому эта мера не казалась излишней. Израиль стоял перед лицом реальной угрозы. Утром 5 июня я проснулся от доносившегося с улицы оглушительного грохота. Выскочив на крышу, я завороженно смотрел на близкие взрывы. Иорданская артиллерия обстреливала Иерусалим. Большая часть снарядов взрывалась на открытой местности, но кое-где пострадали жилые здания. 20 человек погибли, сотни иерусалимцев получили ранения. Здания Кнесета и Израильского музея тоже находились под прицельным огнем, но, к счастью, остались неповрежденными. Зрелище было новым для меня. Мне было 18 лет. Последние три года я провел в американском колледже Филадельфии, где мой отец занимался историческими исследованиями. В конце мая, когда намерение арабов начать войну стало очевидным, я досрочно сдал экзамены и поехал в Израиль. Мои родители не пытались меня удержать. Они только спросили, «Ты уверен, что будет война?» Я ответил, что уверен, и добавил, «Хочу увидеть Йони до того, как она начнется». Больше меня ни о чем не спрашивали. Когда вечером 1 июня наш самолет приземлился в аэропорту Лода, летное поле было погружено в кромешную тьму. Проведя ночь в затемненном Иерусалиме, я отправился на поиски брата. Йони был старше меня на три года. Всего несколько месяцев назад он демобилизовался из армии, но в конце мая его призвали на резервистскую службу. Он был офицером парашютно-десантных войск. Где его искать? По неофициальным каналам мне удалось выведать, что 80-я десантная бригада сосредоточена в окрестностях Рамле. Мне посоветовали искать десантников-резервистов в пригородных садах. Но и это была непростая задача. В окрестностях Рамле много садов, и там легко спрятать целую бригаду. В тенистой роще, расположенной у шоссе Рамле-Гедера, я встретил нескольких резервистов, варивших кофе на самодельном примусе. Всем им было за 30, и мне они показались ужасно старыми. «Такие люди должны оставаться дома, им нечего делать на войне», подумал я. На мой вопрос о Йоне один из солдат ответил, почесав в затылке. «А, этот мальчишка! Поищи его в следующей роще!» Я продолжил поиски, и неожиданно наткнулся на Йоне, удивленно уставившегося на меня. Мы кинулись навстречу друг другу. Когда мы наконец уселись за кофе, я не мог не спросить брата, как он оценивает сложившуюся ситуацию. «Мы победим!» ответил он без колебаний. «У нас просто нет иного выхода!» В следующий раз я увидел брата 10 дней спустя на госпитальной койке в ЦФАТе. Его подразделение высадилось в районе Ум-Катэф за передовыми египетскими линиями. Десантники уничтожили артиллерийские позиции противника и расчистили дорогу наступающим израильским танкам. Синая его часть перебросили к подножию голландских высот, и Йоне довелось принять участие в штурме сирийских укреплений, нависавших над Кенеретом и долиной Иордана. За три часа до прекращения огня Йоне вел отделение из трех человек на сбор разведывательных данных. Дело было в районе сирийского аванпоста Джалабина. Внезапно раздалась пулеметная очередь. Солдату, шедшему рядом с Йоне, пуля попала в шею. Когда мой брат склонился над раненым, сирийская пуля попала ему в локоть, задев нерв и вызвав ужасную боль. Позднее он рассказывал, что отползая к израильским позициям по простреливаемому полю, он впервые почувствовал приближение смерти. Когда Йоне добрался до своих, его спросили, сможет ли он сам дойти до полевого госпиталя. «Конечно», ответил он и упал без сознания. Теперь в ЦФАТе, через сутки после окончания войны, я нашел его в переполненном ортопедическом отделении госпиталя. Йоне лежал на угловой койке, его рука была в гипсе. В своей палате он был единственным пациентом, которому ничего не ампутировали. «Видишь», – сказал он с грустью в голосе, «я же говорил тебе, что мы победим». 777 израильских солдат погибли за шесть дней ожесточенных сражений. ЦАХАЛ одержал блестящую победу над арабскими армиями. Король Хусейн лишился всех территорий, захваченных Иорданией в 1948 году. Иудея, Самария и Восточный Иерусалим оказались под израильским контролем. Сирия потеряла голландские высоты, а Египет был вынужден отступить из сектора Газы, из Синайского полуострова. Израиль, вступивший в войну, будучи крошечным государством, обрел теперь солидные географические контуры. Граница, проходившая ранее в 16 километрах от моря, отодвинулась на 50 километров к востоку, до реки Иордан. Синай превратился в огромную буферную зону, отделяющую Израиль от Египта. Кроме того, нефтяные залежи полуострова обеспечили большую часть израильских потребностей в топливе. На голландских высотах ситуация изменилась кардинальным образом. Теперь израильтяне взирали на сирийские позиции сверху вниз. Накануне шестидневной войны арабы в последний раз единодушно заявили о своей истинной цели уничтожения Израиля. Они, конечно, не ожидали, что Израиль решится нанести столь мощный превентивный удар. В первые три часа войны израильские ВВС разбомбили египетские аэродромы. Египетская военная авиация, костяк общеарабской воздушной мощи, была уничтожена. В тот же день Израиль уничтожил ВВС Сирии и Иордании уже после того, как вооруженные силы этих государств начали боевые действия. Израильские бронетанковые войска обеспечили себе полную свободу наземного маневра при надежном прикрытии с воздуха. Эта комбинация сокрушительна во всякой войне, но особенно при ведении боевых действий в пустыне. В свою следующую войну Израиль уже не располагал столь значительным преимуществом. Израильские войска на сирийской и иорданской границах не открывали огня до тех пор, пока противник не атаковал их. 5 июня сирийские ВВС подвергли бомбардировке израильский военный аэродром в районе Мегидо, а также другие объекты в Хайфе и Тверии. Сирийская артиллерия, расположенная на голландских высотах, приступила к интенсивному обстрелу израильских позиций. На Иорданском фронте боевые действия начались после того, как Иордания осуществила очень мощный арт-обстрел израильских объектов вдоль всей линии границы. Так что мой собеседник из британского МИДа был не совсем прав, утверждая, что шестидневная война была начата Израилем. Можно говорить о том, что Израиль начал боевые действия против Египта, но эта страна фактически объявила Израилю войну, перекрыв тиранские проливы. Поставленный перед выбором устранить военную угрозу или быть сброшенным в море, Израиль предпочел остаться в живых. Решившись нанести превентивный удар противнику, еврейское государство избежало печальной участи, уготованной ему арабами. Настроение тех дней передает анекдот, который рассказывали друг другу израильские солдаты в томительный период предвоенного ожидания. Йони привел его в письме, написанном в садах Рамля 27 мая 1967 года за неделю до начала войны. Цитата. «Мы сидим и ждем. Чего ждем?» Это как в анекдоте. Англичанин, американец и израильтянин были захвачены племенем каннибалов. Когда их уже собрали сбросить в котел, каждому из них разрешили высказать последнее желание. Англичанин попросил виски и трубку, ему их дали. Американец попросил бифштекс и получил его. Израильтянин попросил вождя племени дать ему хороший пинок взад. Вождь отказался, но после долгих уговоров он согласился исполнить последнюю волю обреченного. Получив пинок, израильтянин извлек откуда-то пистолет и перестрелял всех каннибалов. Американец и англичанин спросили его, «Если все это время у тебя был пистолет, то почему ты не убил их раньше?» «Вы с ума сошли?» отвечал израильтянин. «Ведь ООН объявила бы меня агрессором». Увы, ООН и большинство стран мира повели себя в полном соответствии с опасениями незадачливого израильтянина из армейского анекдота. Объединенные нации осудили Израиль за его отказ свариться в арабском котле. Это произошло не сразу. Сначала Совет Безопасности, где США пользуются правом ВЕТА, принимал относительно сбалансированные резолюции, призывающие участников конфликта к мирным переговорам. Но совсем иная ситуация сложилась на Генеральной Ассамблее ООН, где опозоренные поражением арабские страны могли дать волю своей бессильной злобе. У Советского Союза и его сателлитов были собственные причины для нападок на Израиль. И поскольку Израиль вторгся в Африку в кавычках Синайский полуостров, у арабов появилась возможность объявить его не просто агрессором, а не околониальной империалистической державой. Почти все страны Советского Блока и Третьего Мира разорвали дипломатические отношения с Израилем и осудили его как новоявленного агрессора. Китай охарактеризовал происшедшее следующим образом. Еще одно ужасающее преступление против арабского народа, совершенное американским империализмом через его послушное орудие Израиль, грубая провокация против народов Азии, Африки и всего прочего мира. Пакистан утверждал, что это была гнусная и неприкрытая агрессия против территориальной целостности Объединенной Арабской Республики и выступивших на ее стороне арабских государств. Израиль незаконно рожденное чадо империализма, появившееся на свет благодаря обману и насилию. Болгарии почувствовали, что агрессивные авантюры Израиля вызывают отвращение и тревогу мирового общественного мнения. А Москва, которая спровоцировала войну 1967 года, предоставив арабам заведомо ложную разведывательную информацию, лицемерно вещала миру, ввиду продолжающейся израильской агрессии против арабских государств и грубого попрания Израилем резолюции Совета Безопасности, советское правительство решило разорвать дипломатические отношения с этой страной. Конец цитаты. Такая реакция международного сообщества на оборонительную акцию Израиля уже сама по себе явилась крупным успехом арабской пропаганды. Однако арабы поняли, что им не обойтись громогласными декларациями стран Советского Блока и Третьего Мира. Опомнившись от первоначального шока, арабские лидеры решили подвергнуть пересмотру свою тактику борьбы с Израилем. Стратегически важные территории были утрачены и теперь нельзя было надеяться на достижение легкой военной победы над еврейским государством. Поэтому прежде всего следовало вернуть Израиль к уязвимым границам, существовавшим накануне шестидневной войны. Для достижения этой цели было необходимо организовать невыносимое политическое давление на Израиль, а такое давление могло исходить только со стороны Запада. Таким образом перед арабами встала новая задача снискать поддержку западного общественного мнения. Продолжение следует...